ребята всем огромный привет с вами роман шкутер специально для компания маркет проведем технический обзор рынка криптовалют на прошлой неделе мы сделали небольшой перерыв но продолжим наш нашу работу значит и что победку новый исторический хай всех поздравляю кто не верил что биток может это сделать я думаю что где-то уже недалеко будет у нас разворот я думаю ведь и вот у нас был хай прошлой исторички 69 очень быстрый подход и если мы будем использовать технический анализ то обычно такие уровни с первого раза не пробиваются бывает исключение но обычно пробивается но далеко он не уходит почему потому что нету уже энергии ведь его тут энергию набрали прошли уже все баг пустой просто с куда куда еще может быть такое как бы как тенденция моменте просто на импульсе могут куда-то сходить там 75 78 возможно 80 и оттуда я думаю мы увидим какой-то ну хороший такой слив по битку альта не факт что будет падать ребят хотя я думаю тоже будет как это рекса но это может еще продлиться там недели две-три может быть до халвинга халвин у нас 7 апреля поэтому скорее всего может быть до халвинга упадет а по факту уже халвинга могут сливать по битку значит что сейчас делать но я бы уже не ланговал если даже какой-то лон брать поможет там 69 это вот как исторический хай который был видеть его тестировали или там может быть 70 тысяч и где-то там от этих зон но можно попробовать там шортить но пока нету нету сигнала хотя short может быть тоже хорошим если где-то там за хай поставить но пока видите и дар и он идет на вот этих вот крас ликвидациях на шортах это все двигается значит мотик полигон просто улетает потому что не ходил сильно до мотик полигон тоже можно рассматривать ланги но уже сейчас на данный момент цена ушла нужно какой-то откат но или кто-то консолидацию может быть где-то вот привязаться к вот вот этой вот зоне сейчас покажу вот вот эта вот зона может быть 124 где-то откатик или может быть там ниже чуть-чуть потому что сейчас по рынку брать уже ну хотя поглощение нарисовали думаю что пойдет дальше мотик полигон смотрю на продолжение роста значит Значит, по BNB, тут вообще улет, улет по BNB, но я бы уже, наверное, не лез сюда, потому что тоже цена прошла с 290 на 600, и уже такие большие свечки, ну, конечно, можно на таких консолидациях брать, но в данный момент или где-то пробовать шортить, такой небольшой шортик, но я бы еще подождал, не прям в данный момент, но вы, может, когда будете смотреть это видео, может быть, что-то нарисуют уже. В этом моменте какой-то шорт небольшой, потому что это очень быстрые шорты против тренда, тут нужно выходить быстро, и если будет какой-то разворот, я думаю, тоже, вначале может какой-то откат, потом еще, ну, то есть вниз, потом еще один отскок, и потом, может быть, если не будет перехая, можно будет взять на продолжение снижения. АВЕ, тут тоже, ребят, посмотрите, прям, сейчас везде такие прям свечки, ну, красиво, красиво двигается, только выходит, видите, вот у нас был выход, думаю, где-то цели могут быть в зоне, там, 220-240, по данному инструменту. Вот точка входа, ну, возможно, привязаться 138, я в существе прям отмечу, посмотрим, потом вот работаете, вот эта вот зона, это неплохо, 138-137, вот где-то вот в этой зоне можно рассмотреть, будет можно и по первой, вот так будет, наверное, правильно, потому что ложные пробои, 136-8. Если будет откат, консолидация, можно пробовать взять, потому что сейчас уже улетели. Ада, то же самое, хотя нет, ада, вы смотрите, прям сходила, консолидация здесь неплохо, вот хорошая зона, вот она хорошая, эта зона, зона где-то 0,69,5, ну, или уже смотреть выше 0,8, но там может быть импульс, поэтому я врал бы, наверное, до импульса, потому что если импульснут, можно привязаться где-то сюда, кстати, кстати, можно попробовать, внутренний уровень такой себе, но возможно и пойдет, просто непонятно куда стоп, понимаете, тут поставить сюда далеко будет стоп, там получается где-то 5% или 6% стопа, хотя на таком рынке это нормально, то есть 20% оно может сходить, поэтому ада также рассматривает на лонг, но уже по ситуации, конечно, точка была хорошая вот здесь, это 0,71, 0,70, но уже туда ушло, а там космос, и ребята, вот это, кстати, я думаю, что один из тех инструментов, которые еще не ходили и которые могут улететь, поэтому космос обязательно, я ставлю на лист на лонг, 12,8 просто шикарно было, но уже не факт, что тут дойдут, можно где-то рассмотреть вот отсюда и стоп сюда, он будет большой, но это более такая среднесрочная сделка, я бы рассматривал Атом, я бы рассматривал Атом и видите, вот цель первая где-то зона 17 долларов, хотя бы он должен дойти, там посмотрим, как бы, если нет, ну тогда по стопу можно будет выйти и все, то есть вот это прям, я думаю, топчик прям, вот Атом Космос, AXS, AXE ушел уже, ну такая же ситуация, видите, я бы где-то смотрел 12, ну то есть он уже исходил много, то есть не факт, что у него будет такая энергия, Bitcoin Cash, импульс он был вниз, у меня точка была 277, мы заходили в группе с ребятами комьюнити, часть закрыли, у нас было 3 тейка, 400, сейчас скажу, 390, 430, 470, ну и последний мы выходили, часть оставили, думаю, что еще может продолжить, тут просто феноменальная модель была на недельном графике, просто смотрите, 200 долларов вот с истории был у нас график, и вот такое вот движение, я думаю, где-то 750 может он в этой фазе и достанет, но на данный момент я бы рассматривал, ну можно или смотреть выше 450, вот на импульсе, если будет, ну или на откате 410, 415, где-то плюс-минус, DOT, вот DOT еще тоже начинает накапливаться, вроде бы выходит, но видите, постоянно и пробой, и откат, может где-то откатиться в зону там 10,75, может быть 10,50, и вот где-то вот туда смотреть, видите, вот любой откат выкупает, сразу откат выкупает, и вот сейчас тоже, если будет откат, можно тоже рассматривать на выкуп данного инструмента, хотя он уже прошел нормально с 3,5 на 11 долларов, хотя понедельки, посмотрите, просто еще, напрашивается еще минимум 2 свечки наверх, EOS, тут уже протестировали вот этот вот уровень, который у нас был ранее по EOS, сейчас, давайте возьмем на дневке, посмотрим, наверное, что-то оно не хочет, ага, оно сузилось, вот у нас уровень, вот он был, видите, вот дошли, вот сюда, вот пожалуйста, вот зону протестировали и обратно, можно ли тут брать, я не знаю, ну где-то 109, если рассматривать, вот отсюда, да, пока сейчас я бы тут не лез, то есть оно такое, эфир, ребят загнали высоко, я реально, честно смотрел на шорт его, я смотрел отсюда, оно пока ушло, немножечко выше, но я бы смотрел эфир на шорт, то есть реально смотрится неплохо, вот где-то вот этих хаёв, но если был бы какой-то импульс и обратно, было бы хорошо, хотя, есть шансы на рост где-то в зону 4400-4800 к этому хаёву, но прошел он уже 100% по эфиру, прошли почти, посмотрите, 100% движения без откатов, это много, поэтому я бы не покупал уже точно на продолжение, даже если он пойдет на 10%, ничего страшного, это не те деньги, которые можно так рисковать, то есть я бы смотрел где-то на шорт, но аккуратно, то есть если будет еще какой-то импульс, ложный пробой и обратно, тогда можно, но если пробьют, пойдет дальше, ну тогда можно рассматривать и его на продолжение роста на ланги, но я не думаю, что он очень много пройдет, ну там 10-15% не более по эфиру еще наверх, это мое личное мнение, оно может не совпадать, оно может пройти еще 50%, такое тоже может быть, это просто мое личное мнение, сразу говорю, не финансовые там какие-то, какой-то совет, но если вы хотите брать, ребят, обязательно ставьте стопы, думайте о рисках, потому что никто не знает, куда цена пойдет, это только все угадайте играть, линк пока не идет, я думал где-то цена будет роста зона 27-30, но пока не идет линк, линк пока не идет, потому что прошел много уже, он-то дошел вместе с битком и прошли уже, тут такая колбаса, пока минусует этот проект, типа на продолжение, значит это у нас манада центр лайн, значит 0,71,7, вот хорошая зона, 71,7, 72, 0,72 имеется ввиду и может быть оттуда что-то рассмотреть, пока по недельке смотрится где-то с целью минимум думаю 1,1,1,1,2, плюс-минус, где-то вот туда будет стремиться цена расти, так, что далее, SNX тоже пролетел, уже такие хаи, видите пробил хай и не идет, обычно это может быть, показывает то, что цена может вернуться обратно в этот диапазон, если импульс, видите нету продолжения, нету импульса на продолжение и если посмотрим, как будет закрытие, вот если завалится ниже вот этой вот зоны, вот этой вот зоны завалится, но закрытие будет и консолидация можно рассмотреть дальше на продолжение падения, где-то 4,9, ну или от него смотреть лонги также, если будет откат и цена будет стоять сверху, сейчас вот сложным пробоем, тогда можно, пока что я бы понаблюдал тут, то есть пока спешить не надо, Солана просто прет, ребят, у нас был вход по 20 в комьюнити, мы выходили по 92 и 117 и посмотрите, и часы ставили, половину вышли, половину оставили, куда она может пойти, я не знаю, может быть и уже на хай на 240, ну хотя я не думаю, что так сразу оно пойдет, это мое личное мнение, не думаю, что прям так сразу, но хотя до 200 может дойти, буду где-то там смотреть, наверное, на продажу, в сотку там где-то по 95, по 89, встану просто лимиткой, буду стоять, пока Солана на продолжение, но уже высоко, то есть тут, конечно, если лонги смотреть, то где-то с откатом на 145, пока я бы не лез туда, фэта, тут тоже, посмотрите, но прошло уже движение, я бы смотрел даже, может, на шорт, хотя в моменте, я думаю, что еще после такой консолидации будет еще один ретест, 3.7, то есть можно тут рассмотреть какие-то лонги со стопом, например, сюда, и с тестом там 3.7, посмотрите, если пройдет дальше, можно посидеть чуть-чуть, подвинув стоп, если нет, тогда можно будет выйти, то есть я думаю, что фэта уже, ну, свое уже сделала, я думаю, такое что-то похоже будет по всем альтам сейчас, основным имеется в виду, то есть мы вот такое должны еще видеть, то есть 1-2 свечки еще недельные, я думаю, должна альта порасти, потом, скорее всего, будет какой-то слив, какая-то консолидация и потом уже финалочка роста, я думаю, там на полгода, на год по росту, по всем альтам, по битку, на какие-то свои исторические хайи, ну, возможно, не всем, конечно, по монетам исторические хайи, но по битку, я думаю, точно, мы, ну, уже обновили, но я думаю, пойдем там выше 100, это в диапазон, я об этом говорил уже там и 2 года назад, что выше 100 никто не верил, но сейчас уже, когда он 70, понятно, что уже такая появляется вера у всех, потому что осталось всего лишь там 40%, и мы обновим там 100 тысяч, думаю, такое тоже мы увидим, трон уже вырос, пока падает вниз, тут если что, кто хочет, можно смотреть шарты, но только с отката, сколько с отката, хотя, я думаю, пока он уже так снизился с 0.15-0.13, то здесь процентов, может быть, еще какой-то отскок будет, я думаю, минимум ретест вот этого хайи он должен сходить, ну, или перебить его, то есть надо где-то подождать еще консолидацию, то есть Юнисвап, Юнисвап неплохо, 13.6, я бы вот смотрел, где-то вот туда откат, и, возможно, продолжение роста, то есть надо будет рассмотреть его, 17 вот сопротивление, пока можно рассмотреть уже на лонке, ну, с откатом, то самое Люман, где-то 0.14.1, я бы смотрел, если будет консолидация, но он такой-то дерганный, вот импульс залили, то есть нету продолжения, вышел с консолидации, вот 0.13.3, хорошая точка, кстати, была сложным пробоем, но какой-то он пока дерганный, не может он, то ли много продаж там, или что сидит инвесторов на продажу, хотя по недельке, я думаю, мы должны сходить где-то на 0.25, хотя бы, хотя бы в этом такой фазе локального роста, локального роста. Монеро, ну, после делистинга с бинанса пробуют откупать его, ну, я говорил, если пробьется вот эта вот зона, где-то 180, тогда можно где-то рассматривать его в рост где-то на 300, там 330. Ну, он пока, конечно, такой, хотя от нижней границы вот этой точка неплохая, 136, реально неплохая вот тут. Хотя, посмотрите, какой он график, ну, если кто хочет просто посидеть, можно взять там со стопом обязательно. Ripple, не может он никак вот это пробить, я уже думал, он такой импульс дали позавчера, уже дальше пойдет. Но пока что стоит, конечно, можно, если что, смотреть где-то вот отсюда, где-то 0.66, ближайший такой уровень, со стопом сюда, за этот ложный, ну, может, если перебьют за следующий ложный, ну, или если завалят. Потому что мне пока, я уже думал, знаете, закрыть его нафиг, я уже на нем сижу там, я на разных счетах года 4, я думаю, можно закрыть, взять какой-то, там, не знаю, мемы, какой-то пепы типа или того, или бонг, оно шансов больше. Но, учитывая, что так долго сижу, думаю, уже сейчас выйдешь, а он пойдет там на 3 доллара. Ну, и зачем это делать? Уже досижу, там не так много монет, там, 3 или там, 4 тысячи монет, или 5 тысяч, надо посмотреть. Ну, не прям очень много. Думаю, уже посидеть надо, забрать там свои уже и все. Потому что, смотрите, вот, ну, хотя бы где-то по 2 начинать смотреть, что там делать в нем. Ну, пока что все, что с ним? Ну, можно рассматривать, говорю, лонг где-то 0.67 со стопом за вот этот лоу. И на продолжение роста с целью где-то, наверное, 0.9. Вот это вот, это будет такая первая цель. Тезос, вот, очень круто он стоял. Ребят, я чуть-чуть не успел. Вот здесь вот можно было по 1.3 красиво зайти в Тезос. И посмотрите по недельке. Просто ошеломлительно, я бы сказал. Очень красиво. Неделька, очень красиво. Я думаю, первая такая цель будет, это вот здесь. Где-то 2.5. Ну, плюс-минус 100%. Может, оно и на 3 пойдет. Но это будет такая хорошая цель для вот этого, как раз, локального такого роста, выхода. Первое. Возможно, он и сделает и 3.5, может 4, не знаю. Это по недельному графику. Но это не значит, что он еще не может завалиться, например, на 1.2 в моменте, пока перед ним как пойдет. То есть, нужно все учитывать, ребят. Все учитывать. Если вы хотите долгосрок вот так просто взять, и вам пофиг там. Ну, можно взять, если пойдет ниже, добраться просто. Как вариант. Но если использовать систему, то есть, со стопами, то, конечно, ну, я бы смотрел где-то 1.37. Ну, со стопом где-то 1.26. Вот сюда вот, плюс-минус. Ну, видите, пока он тоже такой дерганный. Но в целом нормально. S&P тоже исторический хай обновляет вместе с битком. Красиво идет. Медленно, красиво пробили вот исторический хай предыдущий. Набрали тут энергию. Я думаю, что плюс-минус где-то 6.000 целей. Я об этом еще 2 года назад говорил. А же больше. Там 4 года назад, что 6.000 целей где-то будет по S&P. А дальше посмотрим как. Может и выше пойдет. Ну, я думаю, в 24-25 год. Дальше, я думаю, мы видим какое-то жесткое снижение по всем рынкам. И Альта. Хотя Альта может и пойти. То есть, биток. Потом может деньги перетекут. Они уже перетекают с реального фондового рынка. После подтверждения ETF. Когда приняли ETF на биток. Я думаю, что ETF на эфир еще будет. Я думаю, что это все взорвет крипту в ближайший как раз 2 года. Ну, 24-25 год. Дальше посмотрим. Ну, что, ребят. Кто хочет еще торговать? Обязательно приходите по ссылкам ниже. Подключайтесь с компанией Amarkets. То есть, тут хорошие котировки. Есть акции, фьючерсы, индексы, крипта и так далее. Валютные пары. Ну, все в одном терминале. Потом комодитесь есть. То есть, там нефть, золото, газ. Все остальное. Ну, удобно. Кто хочет торговать еще фонду, а не только крипту. Тоже классно. И вот, кстати, посмотрите, сколько инструментов уже в крипте. Раньше мы смотрели там 10. Сейчас уже, наверное, тут больше 20. И что, увидимся в следующих обзорах. Всем хорошего дня. Не забывайте, кстати, о рисках. Обязательно рынок хороший. Но все-таки о рисках тоже нужно помнить. Не заходить без головы, на плечи. Потому что это одно движение против вас. Ликвидация. Зачем это надо? На растущем рынке. В следующем рынке нужно зарабатывать. А не отдавать рынку обратно. Все. Всех обнял. Всем пока.